Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы продолжаем исследование, рассмотрение очень важной темы, внутреннего христианства и, в частности, исследование практики эсихазма. В нашей студии вновь эксперт, преподаватель философии Сергей Григорьевич Кредич. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Снова здравствуйте, Ордич. Мы в прошлый раз поговорили о том, что эсихазм — это некий призыв ко всему христианскому миру. Мы поговорили о том, что каждый исповедующий себя учеником Христа призван к самосозиданию, к воплощению некого внутреннего единства с Богом, к этому обожению, что избежать, отмахнувшись рукой, что это все для монахов, для элит, для богословов, для философов, не получится. И что, по сути дела, все, что мы делаем в церкви, оно должно быть направлено именно к этому. Пастимся ли мы, молимся ли мы, исповедуемся ли мы, причащаемся ли мы, все должно быть направлено к этой внутренней цели. И вот сегодня мы с вами обозначили это в прошлый раз, поговорим об эсихазме в канве некого сравнительного анализа. То есть мы прекрасно знаем, что эсихазм, например, это практика именно восточного христианства, это практика именно православия. Запад для себя это не совсем усвоил, усвоил некие другие практики. И вот тут важно разобраться с мотивацией эсихазма, как, опять же, практики внутреннего христианства. Какова мотивация эсихазма? И дальше, вот, собственно, к сравнительному анализу. Ну, тут, опять же, как преподаватель, имеющий профессиональную деформацию, я лучше обращусь вот к исторической канве, потому что ее тоже как-то надо осветить. Что случилось так, что некий монах Варлаам из Калабрии прибыл на Афон с целью поучиться. То есть, опять же, никто не ставил целью поругаться. Наоборот, это вот такая античная традиция, но, опять же, привет внутреннему язычнику, что для античного мира возрослеющий молодой человек, он должен был послужить разных философов. То есть там побывать, если есть возможности, и в Афинах, и где-то еще, где знаменитый философ, и, в общем, как-то поездить. И Варлаам решил отправиться на Восток, чтобы узнать, а что там с мудростью на Востоке. Давайте сразу уточним, что Варлаам представитель именно западного христианства, то есть это католик. Ну, да. И, соответственно, когда он прибыл на Афон, ему вот показалась странной практика афонских монахов, когда они фиксировали внимание прям вот жестко, чтобы ничего не отвлекало глаз. Ну, потому что, действительно, вот наблюдение за собой – это очень такой трудный процесс, и поэтому отвлечь может все, что угодно. Там, соответственно, луч солнца, пролетевшее насекомое, там какой-то звук и так далее. И Варлаам сказал, что монахи занимаются совершенно неправильным, что это неверный путь, который ведет вообще-то к духовным каким-то вот, как минимум, кризисам. То есть для его понимания и для понимания, ну, вот, западной традиции познания Бога – это познание мира. И, действительно, заметим, это очень важный момент. У нас одно и то же священное писание. Когда в этом пытаться, если упрекнуть католиков, то католики открывают нам новые заветы и говорят, вот, пожалуйста, невидимая сила его и божество от сотворения мира через рассматривание творений видимые. Ну, так давайте собирать сведения о мире. И, действительно, вот есть, пожалуйста, сумма теологии, вот сумма против язычников. Вот эти, собственно, справочники и энциклопедии где появляются. То есть в этот раз всякие, кто пользуется справочником, там, православной энциклопедии, например, это вообще-то придуманный в западном христианстве способ аккумуляции знаний. И в целом, ну, опять же, давайте не будем притворяться. Притворяться, просто узнать, что думали древние о том или ином вопросе. Семья, государство, война, право. Это уже способ продвинуться в собственном понимании, в собственной рефлексии по этому поводу. И в этом случае Палама, он защищает, не отрицает вот эту парадигму калабристскую, варламовскую, а он как раз говорит о том, что есть более глубокий путь, более мистический. Но его в том и дело, что нельзя выразить вот той книжности. То есть описывать растения, описывать животных, описывать мир, это все замечательно, но это как раз те знания, которые нас могут и не приближать. В этом плане, конечно, опять же, есть такой разрыв между ученым, который собирает сведения ради учености, ну, такая своеобразная зависимость, да, что вот у кого-то зависимость алкогольная, а у кого-то зависимость от новых знаний, то есть надо что-нибудь новое узнать. Там пять забавных фактов о флагах, пятьдесят забавных фактов о песке. И вот, ну, вот та самая ирония современного пользователя интернета, когда решил спать пораньше, пришел в себя в пять утра, читая о причинах распада Австро-Венгерской империи. То есть зачем мне это? Где я? Где Австро-Венгерская империя? И вот Палама говорит, что есть еще один способ познания Бога. Не по существу, а по его энергиям, по его проявлениям. И если мы разомкнем себя, то есть дадим Господу возможность действовать, вот это тоже очень важный момент, когда человек может так расписать свой день, что он Бога вообще даже не слышит. Это ввергает его в кризис. Ну, вот эта знаменитая история, когда к Антонию Сурожскому приходила женщина, которая говорит, а вот Господь со мной не говорит. Я ищу мистического опыта Богообщения, а он со мной не говорит. Ну, собственно, митрополит спрашивает, а что вы делаете? И начинается, значит, сначала правило, потом утяжеленное правило, потом акафист, потом богослужение, потом молитва Иисусова, потом чтение Писания. И вроде все дела-то благочестивые, это занимает весь день с небольшими перерывами там на какие-то... Она уже была, по-моему, на пенсии, она могла себе это позволить. И резюмировал Владыка очень хорошо, говорит, вы же Господу не даете сказать. То есть вот надо как-то разомкнуться и остаться в тишине. И в этом смысле мы вновь возвращаемся к названию, да, то есть к этимологии слова исихазма, от слова исихия, молчания. То есть полезно иногда просто рот закрыть, да, для того, чтобы начать слышать Господу Бога. Голос которого, опять же таки, по слову Священного Писания, подобен дуновению тихого ветра. Как ты услышишь дуновение тихого ветра, когда вокруг тебя шум, гам, суета и прочее. Вот поэтому надо отдалиться. И, собственно, пост, он и предполагает наблюдение за собой. То есть это прям очевидный рычаг, который вот, ну, прочувствовать может каждый. Вот не у каждого есть философское образование, умение пользоваться сложными греческими терминами. Не каждый знает латынь, не каждый посвятил, как семинарист, несколько лет своей жизни, чтобы просто узнать, во что он верит. Но вот постигнуть зависимость между едой и собственным эмоциональным фоном способен каждый. Просто перестаем есть мясо, и вот, пожалуйста. То есть это вот такое переживание, насколько мы зависим от того, что мы едим. Но это же ужас и кошмар. Нам очень нравится думать, что мы такие духовные, индивидуальные. А вот просто взяли и исключили из рациона мясо. И едим без масла. И уже все. Вот это тоже замечательная шутка. О, все ходят злые православные, поди, пост начался. Ну, конечно. Все вот ограничили себя, остались в тишине и встретились с самими собой. Что, о чем же я думаю-то? Не об обожжении, а о том, что вот как же мне хочется вот того, что раньше было можно, а теперь нельзя. И, соответственно, именно поэтому пост не должен быть просто голоданием. Пост должен быть еще и трудом, который поможет нам разомкнуть вот этот момент. Тоже важный момент. Есть познание человека как познание его сущности, эссенции. То есть давайте мы поймем, что такое человек. Антропост, что такое человечность, что такое вот это вот. Непонятно, что нас отличает от животных и постоянно ввергает нас в конфликт между нашими животными, телами и теми частичками духа, которые в нас есть. А можно понимать человека как опыт его границ. И в этом плане, опять же, эссихазм — это совершенно практическая вещь. Именно поэтому церковь и не создала специальной антропологии. То есть есть Евангелие, в Евангелии есть антропология, есть богослужебные тексты, там есть антропология. И есть аскетическая дисциплина, там тоже есть антропология. Это все о человеке, но не как теория. Давайте удвоим реальность, и вот, скажем, вот есть у нас просто человек, а теперь давайте поговорим о человеческой природе, как она себя проявляет. А вот этот вот опыт границы — это очень важно. И мы вдруг оказываемся в ситуации, когда мы переживаем границы внутри себя. То есть границы, например, между моим сознательным и бессознательным. Оттуда же иногда демоны лезут, с этим надо что-то делать. Границы, опять же, между мной как человеком и Богом. То есть вот где она проходит, как я могу приблизиться, как можно туда попасть. И, наконец, соответственно, граница вот моего тела и меня, вот где она пролегает. Дело в том, что это же динамичная система. Можно жить целиком бессознательным. То есть захотел есть, ем, захотел спать, сплю. А все остальное вот меня не волнует. Можно жить в бесконечной рефлексии над тем, где во мне звериная природа, где во мне искорка божественного. Но тут велик шанс соскользнуть там гонестицизмом и нехейством. И опять же, привет язычникам. И можно, опять же, возрастать в богообщении. Но в этом смысле я вот сейчас вас слушаю и вспомнилось удивительно. Мы на первой неделе поста читали совершенный и по стилю, и по форме канон Андрея Критского, который предполагает как раз вот эту разомкнутость, когда по постижении этих самых границ. Я как-то беседую с прихожанами на эту тему, на этом сакцентировал их внимание. Значит, Андрей Критский разговаривает. «Душе моя, душе моя, возьми с собой тело». Или «Душа моя, так как ты уязвивший ум, но не убила, как Моисей Египтианина». И в этот момент встает вопрос, а кто же с кем разговаривает? То есть Андрей Критский не душа окаянная, потому что, понятно, он с ней разговаривает. Он же не тело, и он же не ум. И вот это понятие своих границ, размышлений о том, где же я начинаю, где я заканчиваюсь, в чем я воплощаюсь, где моя форма, это, собственно, то самое умное делание, о котором мы, наверное, и говорим, когда подразумеваем эсихазм. Ну, освоение вот этого аскетического инструментария. А зачем мне это знать? Ну, действительно, вот сейчас у нас есть, ну, тут что-то как-то никак я не отойду от цитирования всякого интернета, что «а что это у тебя такое?» А это прибор, который дает доступ ко всем знаниям, накопленным человечеством. Что ж ты последний раз смотрел, котиков? Ну, то есть, опять же, вот Григорий Палома говорит, трезвение предполагает всякий раз вопрос «зачем мне это знать?» То есть вот знание о человеческой природе нам нужно, знание о наших границах нам нужно, но мы можем их хвостить только опытным путем, потому что у каждого из нас они свои. То есть когда Иоанн Краситель проповедует, он же проповедует разное разным людям. То есть когда приходят просто-простолюдины, простите за тавтологию, он говорит там «ну, попытайтесь стать лучше, сделайте что-то больше, чем вы обычно делаете». Когда приходят воины, он говорит «довольствуйтесь жалованием и не обижайте никого». То есть вот это же разные духовные высоты. Для кого-то воздержаться от мяса уже подвиг. Для кого-то лишний раз не проматериться уже подвиг. И в этом плане Господь принимает всех и не делает разницы. Вот это вот тоже очень жестокая притча о делателях виноградники. То есть мы терпели и зной, и тяготы работы, и вот ты нас награждаешь так же, как те, которые пришли уже на закате и поработали буквально даже не вспотев. К вопросу о комфортном и благополучном христианстве. Да, да, да. То есть вкалывали, 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 и первым же в рай вошел разбойник. Ну как так-то, Господи? А как же вот... А вот вам медалька за то, что вы постились, а вот вам блестяшка за то, что вы молились, а вот ты не посещал все пассии в пост, вот тебе, знаете ли, дырка на твоем хитоне райском, чтобы мы посмотрели, как на военные кители, поняли заслуги, соответственно, выговоры, погоны, все дела. А Господь говорит, а не я ли волен распоряжаться раем? Вот как-то... И психазм предполагает как раз вот трезвение, внимание к себе и не накопление... Не то, что гносямахию. Вот никак я от этого не отойду. Мы не враждуем сознание, но мы берем только то знание, которое нам полезно. Есть какие-то профессиональные навыки, но невозможно же не иметь профессии. И апостол Павел, и тот не гнушался делать палатки, а Господь у нас вообще был плотником. И в то же время мы избегаем лишних знаний. Ну, какая разница? Всегда есть какой-нибудь факт исторический, которого мы не знаем. И в этом плане, опять же, смотрите, есть две тенденции. Вот западная, и мы не можем отсудить за это, потому что, опять же, они открывают нам Писание, говорят, Писание наше общее. Вот смотрите. «И предал я сердце мое, чтобы исследовать все, что есть под солнцем». И дальше замечательно. «Это нелегкое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». То есть невидимая сила и божество Господа от сотворения мира через рассматривание творений видимы. Давайте не будем делать вид, что мир — это скверно, и что, находясь внутри механизма часов, мы не можем составить некое представление о мастерстве мастера, который эти часы создал. Но это должно быть только полезным и практичным знанием. Не просто обогащение знаний ради знания. Собирание этой бесконечной гигантской Википедии, которая вот знает все обо всем и, с другой стороны, не производит у нас никакого внутреннего переворота. А Господь, Он входит только в те сердца, которые к этому готовы, которые человек себя к этому приготовил. Тоже важный момент. Если посмотреть на чудеса Христа в Евангелии, Он не фокусник, Он не совершает чудеса, чтобы привлечь внимание публики, чтобы развлечь, чтобы как-то вот собрать толпу, Он производит только те чудеса, где уже произошел внутренний переворот в человеке. В качестве некоторого отклика на внутреннюю работу человека. То есть с западным христианством более-менее стало ясно. Мотивация у западных наших собратьев в том, чтобы, по сути дела, максимально полно конкретизировать учения о мире. Собрать знания творений, чтобы познать творца. Да. И в том числе это... Мотивация их в том заключается, чтобы развить некоторые учения для дальнейшей внешней проповеди. То есть для дальнейшего внешнего сообщения людям. То есть пришли в какой-нибудь Папуано-Гвинеи, где никто не знаком с Христом, чтобы максимально быть снабженным арсеналами аргументов для разговора с ним. Прошу прощения, очень 10 секунд. Еще раз подчеркну, что это, во-первых, призыв Писания. Они выполняют Писание. И, во-вторых, ну простите, они создали точную систему передачи знаний. Не будем притворяться, что мы не ходим в университет, который латинское слово, да. Не пребываем в аудиториях, которые от латинского аудио. И не слушаем лекции от латинского «lecto». То есть в этом они преуспели. Но в том и дело, что мы, опять же, не можем у человека, то есть, как, собственно, вы сказали, сакцентировав на каноне Андрея Критского, человек — это и не тело, и не ум, и не душа, а только сочетание всего этого вместе. Соответственно, если мы пренебрегаем умом, мы превращаемся в слабоумный. То есть тот, кто сознательно не развивает свой ум, деградирует, там начинается склероз, Аленс Гермер, Паркинсон и все такое. Если мы развиваем только тело, то, опять же, мы шутим, что наберут вас как здоровых, а спрашивают потом как сумных. Что тут тоже, опять же, нету пользы. И, соответственно, опять же, заниматься только душой, отточить эстетическое чувство. И что с этим эстетическим чувством делать? Купить абонемент в филармонию и плакать на концертах органных Баха. Ну, вот тут еще важный момент, что интеллектуальное познание, оно предполагает интеллектуальное упорядоченное, но оно совершенно не предполагает переживание опыта. Вот эсихазм — это переживание опыта богообщения. Ну, еще и, кроме всего прочего, ум — это сводить ум только к интеллектуальным способностям тоже будет неверно. Собственно, ведь те же старцы-эсихасты, и теоретики, и практики, они говорят о том, что нужно ум свести в сердце. То есть, опять же, предполагается, что ум — это не только некая интеллектуальная работа, производимая в каком-нибудь кабинете, да, за каким-нибудь очередным трактатом. Это, в принципе, наша аналитическая способность, наша способность рационализировать, упорядочивать, дисциплинировать, структурировать окружающую действительность и понимание ее, собственно говоря. Но в отрыве от сердца почему-то ум может нас, опять же таки, да, если говорить о преподобном Андрею, он говорит о том, что ум, оказывается, может меня обманывать, он может меня завести не теми тропами, не в те лабиринты, он может сотворить иллюзию. Ну, собственно, мы об этом с вами две беседы к ряду говорим, о том, что есть христиане, которые абсолютно доверяют своему уму и думают, что они ходят за Христом, а на самом деле они ходят по кругу, по церковному, они где-то вообще в стороне от Него. Это же, собственно говоря, мне кажется, имеется в виду и в евангельском «не суди, да не судим будешь», потому что, не доверяя абсолютно своему уму, что он выдает тебе абсолютно объективное знание о мире, о человеке. То есть, соответственно, нужно иметь где-то в фокусе внимания, память о том, что твой ум может тебя обманывать, он может с тобой играть в шутки. Или посредством ума кто-то с тобой может играть в шутки. То, что называется состоянием прелести, некой обманутости, когда человек вдруг пришел к выводу, что он достиг всех высот, святости и может уже, собственно, в Царствие Божие возноситься. И вот у вас книжечка лежит, «Лествица Иоанна Лествичника». Там есть очень интересная, почти смешная, анекдотичная такая ремарка, что если ты видишь брата твоего возносящегося на небо, сдерни его посильнее, дабы не сломал себе все, да, то есть и речь... Самовольно восходящего на небо. Да, самовольно восходящего на небо. То есть тот человек, который по этой лестнице бежит в припрыжку, перепрыгивая через ступени, которому, соответственно, дьявол через ум нашептывает, «Да ты уже всего достиг», вот этого человека лучше сдернуть с седьмой ступеньки, чем сдернет его Господь с последней ступеньки, свергнет его, скинет, и будет это падение горше первого, что называется. У нас не так много времени остается. Все-таки вот хотелось бы разъяснить для любопытствующих и для людей, которые еще только делают первые шаги, вообще делают шаги в сторону христианства, разница вот этой духовной практики между христианством, скажем, между буддизмом, вроде бы внешне, даже положение такое же, да. Если хаст сидит, молча смотрит себе в пол или в пупок, или в сердцевину свою, о чем-то молится буддист, который сидит в позе лотоса, медитирует, разница в чем? Разница в том, что буддийские медитации, они не предполагают божества. То есть человек углубляется в собственную природу, познает собственную приверженность страстям, ну, то есть буддизм в священных текстах прямо так и пишет, что мы не занимаемся вопросом, сотворен ли мир, кто творец мира, а Будда подобен врачу, который принесли с поля боя воину, в которую попала стрела. И хороший врач не будет спрашивать, а кто пустил стрелу, какого он роста, какой у него лук, а кто изготовил стрелу, а где стоял воин. Нет, стрела в него попала, стрелу надо извлекать, все остальное неважно. То есть мы находимся в этой ситуации, с нами надо что-то делать. А вот эссихазм, он предполагает как раз-таки разомкнутость, то есть надо суметь свои границы как-то, во-первых, осознать, потому что это очень мучительно, да, то, что я цитировал в прошлой программе, не дай нам, Господи, узнать, кого мы на самом деле. Потому что смотришь порой раз на себя и думаешь, ну, как вот я мог, вот действительно какие-то моменты трезвости наступают, ну, неужели вот тот момент меня действительно интересовал. И вот тут важный еще момент, что не только ум нас может обмануть, но и тело, то есть сколько народу погорело на тему того, что, ну, в смысле, в духовном плане, что, а чего стесняться? Что естественно, то не безобразно. Тело же мне не врет, что если я хочу спать, ну, я же действительно хочу спать. Если я хочу есть, я действительно хочу есть. Если я хочу тепло, то, соответственно, есть такие вот одежды. И что себя обманывать? И оказывается, что, например, греческий народ, последовавший за телом вот этой пресловутой статуарности, он в конечном итоге так вот и не дошел до гармонии. И буддист, который познает свою природу, который вот узнает о себе все больше, 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 он же не ждет ответа. Он не ждет, что ему кто-то поможет. Он не ждет, что... Ну, конечно, есть, буддизм вообще-то неоднороден. Если уж педантично занудствовать, то там огромное такое лоскутное одеяло из самых разных. То есть, во-первых, буддизм классически отличается от дзен-буддизма, буддизм... Чань-буддизма. Чань-буддизм, дзен-буддизм. В каждой стране собственный буддизм. Есть буддисты, которые воспринимают Будду как учителя. Отсюда, опять же, если ты в самом духовном росте встретишь Будду, убей его, чтобы никто тебя не отвлекал. А есть те, которые воспринимают Будду как бога, который может прийти и молча поправить все. Вот. И повторюсь, исихазм — это как раз вот трезвение, узнавание правды о себе и надежда на помощь Божию. То есть ее не заслужить, ее не конвертировать, ее нельзя обменять на талончики, что я прочитал столько-то молитв Иисусовых, а теперь, Господи, твоя очередь что-нибудь для меня сделать. Прекрасно, Сергей Григорьевич. И на этом подходит время нашей передачи. Вот мы на этом... Замечательная точка, по-моему, прекрасная точка, потому что мы буквально в нескольких неделях от Пасхи, и еще пока пост не закончен, и еще пока есть время для того, чтобы понять его глубоко, и есть возможность хотя бы присоединиться хотя бы просто знанием каким-то, просто почитать какие-то книги, просто хотя бы поузнавать о чем, собственно, внутреннее христианство, к чему Христос в своем завете «Быть новой тварью» призывает быть новым творением, быть новым человеком. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие телезрители, что были с нами. До скорых встреч. Храни всех вас, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин